для этого дизайна я использую краски фуксия пастельная розовая три цвета зеленых золотую белую красную черную сначала черной краской мы намечаем наш будущий рисунок и 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 рисунки сердца разных размеров так теперь черная краска я зарисовываю элемент верху чтобы она у нас сохла пока мы будем рисовать стальную часть дизайна так теперь я прополаскивать и набираю пастельную розовую и закрашиваю вот это верхнее сердце long так и все и д до 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 И еще я закрашиваю вот это большое нижнее сердце. Краска желательно, чтобы была пожиже, разведите ее водой, чтобы она не была густой, не оставляла такие драй-де следы. Так, если есть необходимость, можно продублировать еще раз, потому что розовая на прозрачном типсе, естественно, будет смотреться прозрачно. Я перекрываю еще раз в тех местах, где уже просохла. Продолжение следует... И нижнее сердце еще раз дублирую, чтобы розовый лежал более плотно. Так, нижнее... Сердце я закрашиваю белым. И еще раз дублирую. А верхнее сердце в середине я закрашиваю салатным. И еще раз дублирую. И еще раз дублирую. Даем хорошенечко высохнуть. Краска высохла. Теперь я смешиваю фуксию с пастельно-розовой. Делаю такой среднерозовый цвет. Прохожу здесь, провожу такую линию. Промываю кисть и быстренько растушевываю на нет. И еще раз дублирую. Затем я развожу красную и белую краску, делаю розовую. Вот такой вот цвет и тоже самое левое внизу. Работать нужно быстро, чтобы краска не сохла, чтобы вы могли ее растянуть. Хорошо. 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 Протягиваю краску до самого верха. красно-красно-розовую или розово-красная и прибиваем так чтобы розовая часть немножко немножко осталась видна так далее я беру зеленую краску смешиваю с салатной прохожусь вдоль линии точно также размываю краску на нет кисточка должна быть мокренькая краску я набираю на кончик только грамму лечку совсем горошинку так теперь внутреннее сердце нижнего нижней части я перекрываю золотом почему мы делали белые чтобы но у нас не светилась можно перекрыть еще желтым или сиеной зависимость от того хотите чтобы она была более броская по цвету если нанесу сиенную сверху перекрою золотом она будет более ярко так теперь я беру фукси и и делаю ту же самую процедуру теперь с фукси и только уже полосочку не забывайте чтобы не перекрыли слишком много совсем немножко краски на кончик набираются так теперь теперь я прохожусь красной краской точно так же мокрая кисть на кончик краска из линии и растушевывая я специально нажимаю на кисть для того чтобы захватить большую площадь и проходим за немножко вот здесь вдоль нарисованного сердца тоже размываем теперь пока одна часть дизайна сохнет мы будем рисовать прорисовывать другую я набираю на кисть белую краску и прорисовывая вдоль верхнего сердца тонкие линии то есть контурирую так затем мы можем работать с черным золотым сердцем черной краской я подмешиваю черную краш краску золотую делаю такую больше бронзовую затем на мокрую кисть на кончик набираю еще чуть-чуть добавить потемнее и тоже растушевать нужно конечно если у вас есть бронзовая можно сразу бронзовую работать и и и Даем высохнуть. Пока в это время будем работать с зеленым сердцем. Я добавляю в нашу зеленую краску темно-зеленую. Делаю еще более темной. То же самое на мокрую кисть, на кончик. Набираю. Темно-зеленую. И растушевываю. Все время часть... То есть получается мы накладываем слой на слой. И каждый следующий слой должен быть по размеру меньше. То есть вот эта полоска, которая занимает темно-зеленую часть, должна быть уже чем предыдущая. Чтобы она не перекрывала. Так. 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 теперь мы рисуем черные точки оставлю кисть вертикально по 90 градусов черную краску можете воспользоваться дотсом и ставлю вдоль границы между черной части и малиновой точки так чтобы эти точки попали на границу устенько точно так же мы выполняем на границе вот этого сердца можно еще даже добавить черную краску в красную сделать из нее вот такую приближенную бордовой и тоже влажной кистью растянуть вытонировать часть чтобы нам легче сделать было потом переход черного красного теперь тогда нужно чтобы подсохла пока мы можем рисовать здесь белые точки черные высохли теперь я набираю точно так же на кисточку белую краску и ставлю сверху этих точечек так чтобы бортики у черных точек остались то есть не между черными а прямо на них далее я беру нашу бронзовую краску которую я мешала и золотой и черной и растушевываю вот здесь на сердце по краю так 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 Здесь немножко вымыло, видно пальцем дотронулось, вымылся цвет. Теперь набираю черную краску и рисую контур у зеленого сердца. А также линии, которые от него выходят. Возьмите. 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 И теперь я утолщаю эту линию. И посредине она будет утолщена, а к концу она будет сходить на нет, в тоненькую. Так, и эта линия будет еще вот здесь тоже, а здесь она будет утолщена, сюда она будет и тоненькая. Теперь я рисую контур у золотого сердца. Вот так. Так, и здесь я удлиняю это и не как складочку такую. И здесь она у нас будет тоже. Так, и теперь я набираю черную краску и прохожусь тоже точечками. Давайте возьмем сейчас дотс. Вот я набрала. И мы ставим на границе этой линии золотом точечки. Точно так же на зеленом сердце ставим точечки. Главное, чтобы вы ставили сначала вот их на границе, а не сразу вот в этой части. и потом они на нет сходят к центру, на нет. Краска должна быть такой не сильно жидкой, но не густой, как паста. Сейчас маленькие, совсем крошечные добавлю все-таки кистью. Такие маленькие крошечные дотсам не получится. Должен быть дот совсем крошечный. А именно вот эти вот ганс-ганс, такие мелкие-мелкие элементы, они добавляют изящности дизайна. Что у нас не бывает мелочей. Так, теперь я рисую такие тоже. Точки. Сейчас я возьму краску черную, что она уже подсохла. Неудобно набирать. Так. И набираю. Что точечки должны быть кругленькие. Затем вот здесь побольше. И вокруг этих точек я рисую. полукруги. Есть такие ободки. Так. вот здесь. Так. 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 теперь я набираю. на кончик кисточки рисую. так. 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 и все недостатки. так. так. Здесь я поставлю блик и еще перламутровая белая краска, я пройдусь вот здесь немножечко между, совсем чуть-чуть. И еще белые точечки вот здесь. Но уже меньше, не так много их. И вот здесь я еще чуть-чуть добавлю тоже, чтобы не было у нас таких пустых пространств. Сейчас я взяла погуще краску, чтобы она не была такой водянистой, иначе она прозрачная получается. Чтобы контур был виден. Вот так. Вот так выглядит наш готовый дизайн. Я здесь еще хочу вам показать, я добавила немножко бронзы вот в эту зону. Если я сейчас близко покажу вам, то видно будет, что она переливается. Видите? зону. Затем белого перламутра вот здесь вот немножко растушевала. И добавила чуть-чуть белых точечек внизу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok